На сцене Антон Тимошенко. Город Никополь, Киев. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, Евгений, Виктор. Самая лучшая публика. Привет. Привет. Вопросов нет. Красиво. Хотите какие-то вопросы или сразу выступаем? Хотите, как бы, по вашему желанию. Мы свободны, нам все равно. Желаете? Давайте попробуем. Что значит Никополь, Киев? Мой родной город Никополь, но я добился того, что переехал в Киев. Молодец. В Никополе об этом знают? Теперь узнают, надеюсь, да. А если добьетесь чего-нибудь в Киеве, куда переедете? В Никополь? В Никополь, да, почему бы нет. Чем занимаешься? Учусь, работаю. Супер. А солнечные очки? Агент? Нет. А если плохо выступлю, как бы, потом не поймут, кто был. Вы думаете, да? Возможно. А вы знаете, как вас объявили? Тимошенко Антон Юрьевич. Юрьевич, да, я люблю, когда так говорят. То есть все равно не поймут, да? Хорошо, удачи, Антон Юрьевич. Спасибо. Итак, Антон, вы готовы? Да. Я с детства понял, что я особенный. Все дети рождаются и кричат «А-а-а-а-а». А я родился и кричал «А-а-а-а». В детстве мама говорила мне «Антон, не играй с огнем». А я поиграл и выиграл. Как говорится талантливый человек, «талантлив Антон». Я был первым новорождённым в нашем новом роддоме в городе, поэтому мою пуповину на открытии роддома торжественно перерезал мэр. Спасибо. Думаю, надо продолжать. Почему бы и нет? Давайте. Меня из садика всегда забирал таксист, и только в 10 лет я понял, что это был мой дед. Да, успех у меня в крови, моя бабушка в 60 лет вышла замуж по расчёту, но не подрасчитала и умерла раньше. Помню, мне позвонил Дейл Карнеги, а Антон, как завоёвывать друзей и оказывать на них влияние? Ну, я ему объяснил в двух-трёх книгах. Подошла бабушка на улице, можете перевезти через дорогу? Я говорю, конечно, across the road. Спасибо. А вот пятёрочка уже. Неплохо. Неплохо. Пятёрочка. Спасибо, публика, отлично поддерживаете. Да, нормально. Спасибо. Готов. Поехали. Раньше имя Антон было настолько известным, что его не нужно было называть Антон Аристотель, Антон Вольтер, Антон Платон. Да, в школе меня тоже дразнили Антон Юрьевич. Но зато сегодня мой ежедневный доход составляет моя мать. Что же всё о себе? Да, о себе. Давайте сделаем вас немножечко ближе к успеху. Спасибо. Ну, допустим... А, допустим, уже 10 тысяч. Мне очень нравится. Спасибо, друзья. Отлично. И уже ваш доход составляет не мать, а 10 тысяч гривен. Надо секундочку подумать, знаете. Хорошая ситуация. Ну, 10 тысяч Никополей это хорошо, но в Киеве как бы не совсем. Давайте дальше попробуем. О, неплохо. Гуляла по району. Смотрю, на асфальте валяется 5 гривен. Ну, я докинул полтинник. Такие себе чаевые дворнику, знаете. Вернулись с девушкой домой. Она говорит, я хочу, чтобы ты сорвал с меня одежду. Ну, я с трудом порвал её пуховик. Неплохо. Двадцаточка уже. Уже двадцаточка. Девчонки, кто сегодня пришёл в пуховиках? Руки, кстати, никто не поднял, Антон. Ну, к сожалению. Сорву другую одежду. Ну, вот, кстати, я видел двух мужчин в пуховиках. Так, ну что, двадцать тысяч, заберём. Можно одну секунду посмотреть материал? Конечно, конечно. О, как. Кто звонил, проверили, да? Пока я зарабатывал деньги, мне кто-то звонил. Входящие, так, понятно. Так, 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 а ну-ка давай, давай. Ладно, я думаю, сегодня такая передача, когда нужно идти до конца. Вы согласны? Давайте ещё раз. Витя. Есть. Моя девушка говорит, что я всё отрицаю. Это неправда. Когда пригласил её на медленный танец, это был самый медленный брейк-даунс в истории. Я люблю давать советы своей подружке Оле. Я посоветовал выйти замуж за индуса. Потому что лучше быть священной коровой, чем просто. Я всегда на шаг впереди. Позвонила бывшая. Говорит, нам нужно расстаться. Пришла смс от МТС. Будь ласка пополнить рахунок. Но я пополнил. Теперь у неё Vodafone. И она подошла. Бабушка говорит, сколько времени? Я говорю, не знаю. Нужно глянуть на ваши анализы. После этого я понял, что с бабками шутки плохи. Какие шутки? Да. Вот эти. Прораб не может заснуть, пока жена не ляжет в стык. Мальчик с плохим пищеварением ходит в школу с ранцем. У курящего профессора три образования. Одного высшего. Еее! Это красиво! Красиво, стильно, модно и дорого! 50 тыс гривен, главный приз. Антоха забирай. «Рассмеши свечного, сделай, чтоб он смеялся! Рассмеши свечного, и под столом валяться! Рассмеши свечного, пусть наводит колботки! Рассмеши свечного, но только не использующий котки!» Я всю жизнь мечтал про кинокомика и его игры. Наконец-то мама поймёт, что я не зря занимался юмором. «Я приглашаю на эту сцену Тимошенко, Антон, город Никополь-Киев!» «Рассмеши свечного, размеши меня, размеши меня!» «Добрый вечер, добрый вечер, Владимир Евгений, Игорь и самая лучшая публика! Привет, привет!» «Привет, Антон!» «Нависно, надеюсь, не потрачу деньги, пора собирать на жильё!» «Пора, Киев! Я из Никополя как бы задуматься, чтобы не вернуться обратно!» «Уже серьёзный парень, уже и бороду отрастет! А почему назад в Никополь-то не хочешь?» «Ну, там не так интересно, как в Киеве!» «А чем ты в Киеве занимаешься?» «Учусь, работаю, пишу стендап иногда!» «Да? Ну почему нет? Интересное занятие!» «Сейчас посмотрим, на сколько!» «Давай!» «Так, Антон, 1000 гривен, первая минута пошла!» «Уже похолодало, но многие девушки продолжают ходить в коротких юбках и с вырезами на груди, потому что одиночество холодней!» «Подошла девушка на улице и говорит, можете помочь с сумками?» «Ну, я дал ей две, как бы, всё, что есть!» «У меня на телефоне две сим-карты, недавно мне звонит оператор Vodafone!» «Антон, здравствуйте, у вас есть минутка?» «Я говорю, да, есть, вроде бы связь хреновая, давайте я вас с лайфа перенаберу!» «Спасибо, спасибо!» «Хорошо, 1000 гривен, рубеж пройден, дальше идем?» «Давайте дальше, отлично!» «Поехали, вторая минута, 5000 гривен!» «Часто встречаю бабушек, которые говорят, вот, при Сталине было лучше!» «Конечно, лучше, потому что сколько лет тебе было при Сталине?» «25?» «При Сталине было лучше, потому что тебя хотели мужчины?» «Формулирую правильно свою мысль!» «Я тоже могу сказать, что при Кучме был лучше, потому что у меня был Sony PlayStation!» «У меня сейчас есть Sony PlayStation, но мне больше не приносит того удовольствия, что раньше!» «Только Кучма знал секрет!» «Один мой друг переспал с очень плохой пародисткой, она хотела сымитировать оргазм, но получился Юрий Гальцев!» «Антон, Юрий Гальцев приносит вам 5000 гривен!» «Я картину всю эту представлю, когда девушка говорит, обалдеть!» «Поехали! Третья минута!» «По мне в седьмом классе родители купили стиральную машину, но мама не разрешала пользоваться ей еще неделю, потому что она новая!» «Мама боялась ее испортить, испортить стиркой стиральную машину!» «А машинка настоялась, поверила в себя!» «А через пять дней такая, какая чистая семья, что я зря переживала!» «Я заметил, что некоторые священники паркуются в неположенном месте!» «В церкви!» «Как они вообще оправдывают наличие у себя таких машин?» «Типа, отец Никодим, зачем вам боевая Х5?» «Не, ну это божественная машина!» «Когда я сдаю деньги на свечи в храме, я хочу понимать, на какие именно свечи они тратятся!» «Спасибо!» «Браво! Антон, браво!» «Действительно очень тонкий интеллектуальный юмор!» «Очень хорошая шутка!» «Спасибо!» «Супер! Десять тысяч гривен твои!» «Я думаю, можно вот прям по инерции...» «Сейчас, секундочку, я вспомню материал...» «Что-то у меня еще...» «А, есть! Все! Хорошо, есть!» «Итак, четвертая минута!» «Давайте...» «Двадцать тысяч гривен! Поехали!» «Заметил, что у меня проблемы со зрением, когда начал покупать одежду в Ашане...» «Надеюсь, это зрение...» «Вообще, люблю выделяться одеждой, ты не можешь не выделяться, когда все стоят на кассе с молоком, яйцами и хлебом, а ты с брюками и с пиджаком...» «И родители покупали мне вещи на вырост, но они покупали их на базаре, поэтому расти особой мотивации у меня не было...» «Шел по парку, но встреча мне шла девушка с собачкой, которая была одета лучше, чем девушка...» «Собственно...» «Зачем одевать собак? С такими темпами скоро дети будут на нашу одежду не за старшим братом, а за овчаркой...» «А одежда для собак...» «А что дальше? Даже девяки для карасей, может, придумают...» «Вы не думали, что собаки уже одеты?» «Может, она заходит в будку, находит здесь молнию и такая...» «Вот это я убрела...» «Надо было XL-ку брать...» «Решил сэкономить, нанял себе очень дешевого охранника...» «На меня напали бандиты, он говорит...» «Осторожно...» «Браво! 20 тысяч гривен, Антон!» «Начал торопиться немножко, да, спешить...» «Ладно, сейчас соберемся...» «Все хорошо, мне кажется, все отлично прям...» «Хорошо идешь...» «Спокойненько, уверенно...» «Но надо признать, что в последней минуте таких шуток, как «Свечей...» «В общем, не было...» «Хорошо, попробуй...» «При том, что все весело, то есть нет вопросов...» «Я попробую еще...» «Попробуй же еще пятую минуту, да?» «Давайте, да...» «Итак...» «Это заслуживает аплодисментов...» «Пятая минута...» «50 тысяч гривен...» «Мы за тебя болеем, Антон, давай...» «Зашел в Сильпо там объявление...» «Набир в дружную команду Сильпо...» «О Хоронси, Пекари, обваливающики Мьяса, Касыры...» «Дружная команда...» «В чем проявляется командность работников Сильпо...» «Вот не было не рада, чтобы работники Сильпо там с утра приходили...» «Вставали возле касс в круг...» «Скрещивали на центре руки...» «А обваливающик Мьяса ходил и говорил...» «Сегодня нас всех ждет испытание...» «Но мы выстоим...» «Вы готовы?» «Да!» «Мясо привезли?» «Да!» «Я на склад...» «Давай вали его там за нас за всех...» «И вот кассиры...» «Даешь им на кассе 500 гривен...» «Они их кладут не в ячейки к деньгам...» «А приподнимают кассу...» «Кладут деньги...» «Накрывают сверху...» «То есть пытаются максимально защищать эти деньги...» «Я когда средам кассирует 100 долларов...» «Он просто встанет...» «Поднимет всю кассу...» «Отбросит ее...» «Откроет огромный железный люк...» «Бросит сюда веревочную лестницу...» «Спустится и...» «Не вернется...» «В детстве мама очень заботилась обо мне...» «И часто меняла мне соску...» «Последнюю звали Оля...» «Ну тогда...» «Все...» «Нету...» «Я не успел бы прочитать блог...» «Я почему-то смотрел все время на Вову...» «Но мне кажется, что у нас есть видеофрагмент, в котором Женя улыбается...» «Бог мог...» «Я улыбался...» «Было бы очень здорово...» «Я посмотрю...» «Вот он...» «Вот он...» «Вот он...» «Пятьдесят тысяч гривен твои, Антон!» «Я тебя поздравляю!» «Но напоминаю, опять же, что у нас сегодня супер игра, и поэтому у тебя есть возможность дойти...» «Деньги...» «По-моему, он вызывает полицию, посмотрите...» «Ребят, что-то тут не то...» «Что скажет твой дешевый охранник?» «Осторожно...» «Деньги или идти дальше?» «Деньги...» 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 «Супер игра!» «Ну, подумай...» «Я бы на твоём месте забрал деньги и пошёл дальше...» «Но нет такой...» «Возможности...» «Я попробую ещё...» «Шестая минута!» «На кону сто тысяч гривен!» «Больше такого шанса уже не будет, правильно?» «Совершенно верно!» «Это смелый поступок и эти бурные, нескончаемые аплодисменты в твой адрес!» «Поехали!» «Шестая минута!» «Сто тысяч гривен!» «Более заметной ночью...» «Ну вот, не знаю...» «По-моему, ночью гораздо лучше быть...» «Незаметным!» «Просто...» «Сложно убегать от маньяка, когда ты светишься в темноте, да?» «Я думаю, такие кроссовки просто добавляют жизнь маньяка немножко интерактива...» «Такая...» «Браво! Супер! Сто тысяч гривен!» «Антон, а не твои забирай!» «Размеши свечного!» «Сделай, чтоб парень смеялся!» «Размеши свечного!» «И под столом валяться!» «Размеши свечного!» «Спасибо, ребята!» «Размеши свечного!» «Всех с наступающим Новым годом!» «Желаю иметь возможность зарабатывать по 100 тысяч за 6 минут!» «Это будет отличная работа!» «Всем удачи и хорошего настроения!» «Смотритесь в шоколе!»